Читаю стихи русских поэтов, начиная с 18 века и по наши дни. Упор делаю на региональных поэтов, знакомых, незнакомых. Всегда хочется и почитать, и, наверное, и послушать хорошие стихи, о которых вы даже не знали. Слушайте. Константин Константинович Случевский 19 век Стихи из антологии и поэзии Кольского края, 21 года Составитель Дмитрий Коржу Из мурманских отголосков Когда на краткий срок здесь ясен горизонт, и солнце сыплет блеск по отмерям и лудам, Ни Адриатики волна, ни Гелеспонд таким темнеющим не блещут изумрудом. У них не так густа бывает синь черты, делящий горизонт на небо и на море. Здесь вечность в венье суровой красоты легла для отдыха и дышит на просторе. Хоть бы молнием светиться, тьма над морем, тьма, вихрь будто зрячий, мчится, он сошел с ума. Он выводит над волнами из бесчетных струн гаммы с резкими скачками, а поет Бурун. Что за свадьба? Что за пляска, если повидать? Тьма, как плотная повязка, где ее сорвать? Сердцем чуются движения темных сил ночных, изможденное виденье. Плачь и хохот их. Будто в люльке нас качает, ветер свеж, не дать, не взять, море песню сочиняет. Слов не может подобрать, не помочь ли, жалко стало. Сколько чудных голосов, дисконтов немножко мало, Но зато не счесть басов. Но какое содержание, смысл какой словам придать? Море, странное создание, может слов и не признать. Диких волн седые орды тонкой мысли не поймут. Хватят все вокруг аккорды и над смыслом вверх возьмут. Здесь, в заливе, будто в сказке, вид закрыт во все концы. По дуге сложились скалы, в чудодейные дворцы, в острых очерках утесов. Где так густ и влажен мох, выраженья лиц каких-то, вдруг застывшие врасплох. У воды торчат белея, как и скалы велики, груды ребр. Китов погибших, черепа и позвонки. К ним подплывшая акула от светящегося дна смотрит круглыми глазами. Неподвижна и темна, вся в летучих отражениях, высоко снующих птиц. Как живое привидение в этой сказке полной лиц.